Молодые люди, почему кальян курим? Никто об указе не слышал, что ли? Еще 26 марта в силу вступил указ главы региона о запрете на предоставление услуг по курению кальянов. Правда, не все почитали нужным к нему прислушаться. В первом же заведении представители рейда обнаружили молодых людей, курящих кальян. Хотелось бы обратиться к предпринимателям города Нефтекамска, которые имеют свои кафе и кальяны. Кальянщикам, наверное, стоит перепрофилироваться в новое какое-то направление до лучших, наверное, времен. По поводу кафе и ресторанов, все-таки давайте постараемся максимально дезинфекционные режимы, постараемся выждать и выдержать при входе, устанавливать будем диспенсеры, чтобы защитить наши жители города Нефтекамска от распространения любой инфекции в это тяжелое время. К слову, на владельца данного заведения составили акт, в котором зафиксировали нарушение указа главы региона, а еще прописали запрет на оказание услуг по курению кальяна. Следующим стало питейное заведение в Авалоне. Здесь полным ходом шла торговля алкогольными напитками и сопутствующими товарами. В залах заведения за столами сидели люди, расстояние между которыми не составляло и метра. С администратором была проведена разъяснительная беседа, а в отношении владельцев составлен акт о несоблюдении новых норм. Позже в это заведение с проверкой нагрянул и глава города. После долгих разговоров и уговоров предприниматели убрали столы и стулья. Теперь они работают лишь на вынос. Как того требует указ Радия Хабирова. По рейду, можно сказать, что все по-разному относятся. Большинство все-таки поддерживает эти меры, потому что у большинства предпринимателей есть семьи, они понимают свою социальную ответственность перед населением. Скажем, общепиты, которые в данный момент у нас по сути дела разрешены, работа, но они в добровольном порядке, мы видим, что они закрываются. Что касается еще, как сказать, кальянных, практика, после первого дня, первого-второго дня рейда, уже на третий, на четвертый день мы съездили, уже кальянные, по крайней мере, в те, которые я заезжал, уже были все закрыты. Поэтому все-таки предприниматели у нас тоже адекватные люди и должны понимать свою ответственность. На вынос и доставку работает и стоящие рядом заведения общественного питания. А плату здесь, как и полагается, принимают не наличными, а в бесконтактной форме. Следующей точкой стало кафе на улице Ленина. Здесь проходила свадьба. С пятницы 27 марта разрешенное количество людей в одном заведении не должно превышать 50 человек. Здесь данное ограничение было соблюдено. Тем не менее, с владельцем провели разъяснительную беседу и попросили более ответственно относиться к сложившейся ситуации. Не прислушались к указу радио Хабирова в одном из ночных клубов города. В сеть попало видео, на котором молодые люди распивали спиртные напитки и использовали в речи ненормативную лексику. Главе администрации Нефтекамска пришлось довольно жестко пообщаться с руководителями заведения. Карантин не повод для гуляний, отметил он на своих страницах в социальных сетях. Видимо, некоторые считают, что все меры предосторожности и личной безопасности их не касаются. А зря, добавил он. С 28 марта в силу вступили уже новые, более жесткие ограничительные меры. Зульфия Амирова, Валерий Зазулин, информационная программа «Время новостей».